В прямом эфире РБК ОФА. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Прокурор Башкортостана может возглавить надзорное ведомство Курганской области. Сегодня кандидатуру Андрея Назарова согласовали в Курганской областной думе и правительстве региона. В прокуратуре нашей республики телеканалу РБК пояснили, Андрей Назаров продолжит возглавлять надзорное ведомство Башкортостана до соответствующего указа президента России. Кандидатуру прокурора региона выдвигает генеральный прокурор, а назначает глава государства, отметили в пресс-службе. Андрей Назаров возглавляет прокуратуру республики с апреля 2013-го. До этого 4 года был прокурором республики Дагестан, а еще ранее первым зампрокурора Челябинской области. Промышленное нефтегазовое объединение в Ишимбае задолжало своим работникам 2 миллиона 300 тысяч рублей заработной платы. Соответствующее обвинительное заключение по уголовному делу утвердили в районной прокуратуре. По версии следствия, еще в 2014 году по вине руководителя предприятия образовался долг по заработной плате перед 63 работниками. Однако, несмотря на то, что в компании были средства, чтобы рассчитываться с долгами, обвиняемый якобы потратил около 10 миллионов на другие расчеты с поставщиками. Дело передано в суд. Предприятие занимается производством агрегатов, предназначенных для работы по ремонту скважин, нефтепромышленный инструмент и многое другое. По итогам визитов в Башкортостан делегации республики Крым подписаны три соглашения о сотрудничестве по ряду направлений. Церемония прошла в региональном Кабмине. Так, согласно первому документу о сотрудничестве между администрациями Уфы и Симферополя, в столицу Башкортостана прибудет группа специалистов для ознакомления с системой управления городским хозяйством. Еще одно соглашение было заключено между Советом министров Крыма, Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом и Корпорацией развития Крыма. На полуострове начинается экспериментальная эксплуатация троллейбуса с возможностью автономного движения на расстоянии в 60-70 километров. Универсальная система, которая позволяет без капитальных вложений в электросети, в контактные сети, дать возможность передвигаться данному троллейбусу по территории. У нас такая необходимость есть. Мы экспериментально запланировали два месяца промониторить, как он у нас будет работать. Это Симферополь, Алушта, Ялта. То есть разные все-таки места, где-то горы, где-то равнинная более часть. И по результатам мы уже для себя сделаем выводы и определимся, насколько это эффективно. Напомню, на минувшей неделе в Уфе прошли Дни Крыма в республике Башкортостан. В течение дня делегации двух регионов обменялись опытом в промышленности и сельском хозяйстве, финансовой сфере, управлении городской инфраструктурой, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, медицине и санаторно-курортном секторе. В продолжении темы сразу после выпуска новостей смотрите РБК-события, бизнес-завтрака, РБК-УФА, новые правила долевого строительства. Эксперты Башкортостана и Крыма подробно расскажут о влиянии 214-го федерального закона на рынок недвижимости и о том, насколько подорожает жилье в этом году. Сейчас о ситуации в Магнитогорске. Там продолжается демонтаж стены дома между рухнувшим в результате взрыва седьмым и восьмым подъездами. Работы завершены на треть, сообщил нашему телеканалу генеральный директор подрядной организации. Длина секции 55 метров, это шестая часть дома, общая длина которого 334 метра, отметил собеседник РБК. Нам поручен и демонтаж и восстановление этого комплекса работ. Поэтому все работы уходят в апрель, а при изменении этих заданий от заказчика, от администрации города Магнитогорска, возможно, что это будет и август. На данный момент власти планируют разбить на месте трагедии сквер и установить мемориал. На одной стене будет изображен спасатель, на второй перечислены имена погибших. Несмотря на то, что экспертиза подтвердила жизнеспособность остальных секций дома, новое жилье получат все жители многоэтажки. Поручение, напомню, дал президент России, Владимир Путин. И на этом у нас все. Далее смотрите РБК-события, новые правила долевого строительства. Не пропустите.